Привет, меня зовут Макс Фащенко, я сценарист и режиссер фильма «Трансформация». И это фильм о фильме. Привет всем, меня зовут Родион, фамилия Демов, и я исполнитель главной роли в этой монументальной саге «Трансформация». Привет всем, я Александр Родин, я снимался в картине «Трансформация» у Максима Фащенко в роли Радара. Около года тому назад мне позвонил в Москву мой друг, коллега, товарищ по имени Родион Демов. Спросил, как у меня дела, чем я вообще занимаюсь, не собираюсь ли я случаем в Ростов. Я говорю, ну, надо бы поехать, родственников домой давно не видела, тем более лето, выходные, делать нечего в Москве, надо либо на море, либо домой ехать на юг, в Ростов. Он говорит, в общем, мы недавно сняли фильм в Ростове, фантастический, в котором я принял участие, сыграл главную роль, был бюджет на этот фильм, и есть у нас такой режиссер в Ростове, Максим Фащенко. Вот он собирается сейчас снимать вторую часть, и ищет актрису на главную роль. В первой части у меня был эпизод буквально несколько минут, а во второй части я уже играл добрую половину фильма. Над своей ролью у меня был личный интерес проработать своего персонажа. Я сам создавал ему костюм, находил всякие побрякушки на руке. Вот мне один мой знакомый просто подарил свои там специальные перчатки, обрезанные там, вот. И, ну, считаю, что очень своеобразный персонаж получился. В итоге вроде бы все остались довольны. Аня у нас единственная актриса с дипломом в проекте. И поэтому с Аней мы как-то... То есть у нас была своя мини-компания, мы часть времени проводили отдельно от других, обсуждая произошедшее и обмениваясь мнениями, впечатлениями, ну, и тем самым помогая друг другу. Там, например, был случай, когда вообще поспать только нам удалось, когда снимали базу в заброшенном пионерлагере, и нас отправили вроде как покушать и вздремнуть на съемную... Ну, не квартиру, в смысле съемную комнату там. Покушали очень так по-казачьи там. Столько хорошо, экологически, чисто приготовленной вредной еды было. Там сало, там все как надо. Но поспать была возможность тоже часа два, по-моему. Я за тебя словечко замолвил, но есть такая актриса, профессиональная, с опытом. То есть знать проблем ты с ней не будешь. На площадке ей не надо по 25 раз объяснять, что ей делать, куда идти, куда носом повернуть, взглядом отвернуть. То есть ты скажешь ей задачу, она ее выполнит. На что, как я поняла, Максим был рад, наверное, я не знаю. Вот что, если у меня будет возможность, я приеду. Я учился в доблестном ростовском высшем военном командно-инженерном училище ракетных войск имени главного маршала артиллерии Митрофана Ивановича Неделина. Проще говоря, это ракетные войска стратегического назначения. Где там для учеников? Да, наш режиссер Макс Паченко тоже выходец из этого института. Так что субординацией мы разбираемся. Первый на заводе, все серьезно, репетиция. На второй день куча подготовки и потом еще половина съемочного дня, потому что не успели все сделать. Сверхурочная работа. Ну а что делать? Вчера мы успели, сегодня доделывали, как это, не знаю, студенты перед экзаменом. Как впечатление? Сколько стекол вогнал в себя? Духарочку стекол, ну там я вспоминал Джеки Чана, Шварценеггера и остальных героев. У них травмы посерьезнее были на съемочных площадках. Надеюсь, я повторю их путь только... Ну в общем, вы поняли. Вы думаете, страховка покроет? Страховка? А, у них есть страховка точно. Поэтому у меня нет, я ломаться не буду. Так по мелочи, чтобы было о чем рассказать. Прыгать в речке, ну это первое, кстати, отличие чисто по субъективному восприятию, что в первом все-таки легче. Не было, в том числе, легче были задачи поставлены такого рода. Не было трюков такого количества. Не надо было в лужах валяться, не надо было, тем более, в лужах падать, прыгать. Трюки, может быть, были не такие сложные, как в голливудских блокбастерах, но исполнять их без опыта и без навыков было периодически сложно. Но можно, зато можно поставить птичку еще и на этом достижении. Так как я являюсь профессиональной актрисой, актрисой с образованием, конечно, я немного задумалась, стоит ли принимать участие в любительском проекте, дабы не повесить на себя ярлык, чтобы потом никто не осудил. Вот я посмотрела фильм, и, честно говоря, я была очень крайне сильно приятно удивлена. Мне очень понравилось. Понравилась первая часть. Я перезвонила Родиону, говорю, да, мне интересно. В общем, мы связались с Максимом по скайпу, и пробы у меня проходили в режиме онлайн по скайпу. Мы проиграли сценку, самая первая сцена из фильма, где я в лаборатории возвращаю человеческий облик Алексею. Вот, Максим сказал, я подумаю, потому что, ну, он видел более какую-то лиричную, спокойную девушку в проекте, да, в своей картине, то есть вот так это представлял. А я такая острохарактерная актриса, вот, комедийная. Говорит, я не знаю, мне надо подумать. Я говорю, хорошо, конечно, то есть, если что, я за. Я была бы рада участвовать в этом проекте, потому что мне очень понравилась первая часть. Я посмотрела, я была очень удивлена, то, что это снял режиссер-любитель, то, что в фильме непрофессиональные актеры, даже какие-то эпизодники, мне показалось, что они существовали очень органично. То есть, единственное, ну, выдавал говар ростовский, я так, никаких вопросов. Родион, ну, просто красавец, я не знаю, я от него тоже такого не ожидала. Он парень у нас с опытом, тоже в Москве снимался много, я знаю. Вот. Конечно, меня заинтересовал проект, не буду лукавить, мне хотелось сыграть роль от начала до конца, потому что, честно сказать, главных ролей в Москве у меня никогда не было. Только второстепенные, какие-то многосерийные фильмы. Вот. Ну, в общем, Максим меня утвердил. Надо, наверное, обратить внимание, что у нас только один персонаж прошел по всем трем фильмам, и это был не я. Привет, меня зовут Алексей Сидоренко. Я снимался в фильме «Трансформация» в трех его частях. В трилогии играл главного персонажа в первой части Кэпа. Почему ты не мог сниматься дальше? Почему я не мог сниматься дальше? Меня Макс не брал. Я говорю, Макс, сними меня. Он говорит, что ты не делаешь, что-то за***, добиваешься за мной. Почему я не снимался во второй части? Да потому что у меня работа. Огромное количество комментариев просто писали, что ты никогда в руках оружие не держал, ты очень далекий от армии человек. Ребята, у меня первый разряд по стрельбе. Я умею стрелять. Я умею стрелять с огромного количества стрелкового и артиллерийского вооружения. Подожди, это уже как угроза у нас звучит. Поскольку я учился в ракетном институте нашем, в Ростовском, то, собственно, я имею представление о том, как обращаться с оружием, например. Для меня это вполне... У нас были на полигон, мы бегали 8, или сколько, 10 километров до полигона. В обмундировании сдавали 5 километров. Короче, для меня вот эти нагрузки, они... Ну, не то, чтобы там... Я знаю, как бы, предел своего организма. Или даже не знаю. Ну, да. Да и в этот момент, когда мы снимались, когда к съемкам дело шло, я даже как-то старался заниматься своей физикой, там, да, развиваться, там, подтягивался, отжимался, чтобы как-то... И у меня был, в принципе, интерес себя преподнести как человека физически развитого. Здравствуйте! Меня зовут Владимир Власенко. Я занимался созданием визуальных эффектов для фильма Максима Фащенко «Трансформация еще живой». По сюжету действие фильма происходит в некой зоне отчуждения, которая полна аномалиями живыми и гравитационными. Для фильмов, в которых есть графика в том или ином роде, необходимо физическое присутствие супервайзера на площадке, который будет контролировать, как именно движется камера, правильно ли расставлен свет для того, чтобы потом в этот кадр было удобнее вписать некое существо или вообще любой 3D-объект. К сожалению, я не мог присутствовать на площадке, поэтому Максиму приходилось выполнять роль супервайзера и режиссера одновременно. Хочется также похвалить операторскую работу. Она была сделана на очень высоком уровне. Я не испытал проблем с созданием виртуальной камеры в тех моментах, где это было нужно. И ракурсы в целом лично меня очень сильно порадовали. Самым тяжелым в работе была работа над псевдогигантом. Это монстр, которого вы видите как раз сейчас на экране, который пробивает дверь. Это живое существо, очень массивное. Оно взаимодействует с объектами, которые находятся в реальном мире. И поэтому нам необходимо было воссоздать иллюзию того, что он действительно находится там. Поэтому было использовано много методов, как вы видите, добавления различных частиц, пыли, которые показывают, что он тяжелый, имеет массу, что он на самом деле существует. Еще одной важной задачей было создание энергетических сфер, которые преследуют наших героев практически в конце фильма. В начале, первоначальный концепт, их был совершенно другой. Они должны были состоять из светящегося голубого материала. Но из-за того, что съемка происходила на фоне открытого неба, они бы смотрелись несколько блекло, и некоторые люди могли бы даже не разглядеть их на фоне неба. Поэтому мы пришли с Максимом к выводу, что лучше их сделать в форме таких черных, маслянистых существ. Собственно, что вы можете и наблюдать в самом фильме. Мне кажется, это решение было очень уместным и только подчеркнуло их какую-то аномальную сущность. В целом, я очень доволен результатом, который получился. И те моменты, которые обсуждались, которые были переработаны, они только пошли на пользу для проекта. Я очень надеюсь, что наша совместная работа порадует зрителя так же, как она порадовала нас. Всем привет! Меня зовут Кирилл Кулаков. Я принимал участие в создании фильма «Трансформация 2. Еще живой». Роль моя в данном фильме заключалась в улучшении визуальной картинки. Самое интересное, наверное, было это, когда сталкеры выходят из зоны. Получилось так, что на съемках был человек без обмундирования. И он оказался в обычных летних шортах джинсовых. Ну и, естественно, нами было решено просто за счет определенного монтажа и каких-то визуальных доработок. Где-то дорисовать ему эти воинские штаны. Либо закрыть ими, допустим, травой, либо еще что-нибудь, чтобы это не так сильно бросалось в глаза. Также была сложная работа по удалению тени от квадрокоптера, который снимался тоже в момент выхода сталкеров из зоны. На полях были, ну, так называемые натоптыши, потому что проходила предварительная репетиция. Естественно, бегали по одним и тем же местам, и оставались... Ну, трава оставалась натоптанная. Это тоже как бы бросалось в глаза. И приходилось хоть как-то это все убирать. Всем привет! Я один из двух аниматоров, которые работают над анимацией. Сиди и гампы, фильмы, трансформация, ничего. Ну что, постараемся переместиться во времени. Чуть-чуть назад. И вспомнить тот скорбный момент, когда Макс пишет. Я сделал короткометражку. А это значит, осталась анимация. А она за вами. Мы все поняли. Отложили все свои дела. И собрались в скайпе. И стали слушать его. Все его обещания. Не то, что с любопытством, но просто так. Ну, типа, покажи, кого хоть анимировать-то. Он нам долго не показывал. Стеснялся, наверное. Поохали, конечно. Сказали, ничего себе. Красавец. Откопать еще надо. Сделать же такого. А, конкретно я работал над тремя длинными шотами. Первый из шотов. Такая псевдогигант разбегается и ломает дверь. Шот был короткий, довольно простой. Основная сложность заключалась в том, что... Точнее, сложность всех анимаций заключалась в том, что анимации делаются для видео, а у нас как бы нету смоделенного 3D-окружения, размеров и так далее. Поэтому приходится подгонять анимацию на глаз. Андрюха занят был. А если он занят, значит, Риг делаю я. Делать Риги неблагодарное дело. Тем более, если я их никогда не делал. Нет. Это был третий, наверное, Риг. Делал долго. С туторами. На двести костей получилось. Почитали хронометраж, вышло около минуты. Стали делить шоты. Кому что делать с Андрюхой. Ну и я-то человек добрый, но он и взял все хорошее. И вот я начал смотреть, о чем нет осталось. Там хоть что-то есть интересное, кроме как ходьбы. Нашел. Не, ну мог бы и оставить хоть что-то минуту. Ситуация была следующая. Монстр должен был изначально находиться в очень агрессивном состоянии, разбиваться, пробить. И, грубо говоря, у меня не было времени там, не знаю, показать там нарастание его агрессии, ярости. Мы обсуждаем идею с ревизером, потом выставляем в 3D-пакете примерную камеру. 3D-пакет у нас Maya. В нем работают обычно аниматоры. не все правда. Потом я сделал блокинг. Примерно сколько блокинг? Это основные основные позы, которые происходят в сцене. Очень важно на этапе блокинга, особенно, когда работаешь под видео, именно расставить основные позы в ключевых местах. Скинуть это режиссеру, чтобы он вставил видео, проверил. Ну, конечно, не режиссеру, не режиссер должен этим заниматься, но Макс очень приятный и не мог. Так вот, передоначально монстр, который подходит к подвалу и смотрит туда, был сделан в комедийном жанре. То есть тара-та-та-та-та-та, что там такое? А-а-а, где ваши алименты? Вот в таком стиле. А потом я узнаю, что это не комедия. Пришлось переделывать все. Что это типа серьезный фильм. Ну, а как бы мы это видим, актеров на серьезном. Ну, они шутят. Их убивать хотят, когда они шутят. Тем более, кто там, который спрятался, дошутился. Ну, и после этого момента начали больше узнавать, составлять вообще, что это за монстр, его палатки. Искали потом его анимацию с игры. и там уже ориентировались, что это вообще такое. И так появился более грозный вид. И я решил добавить, когда он присматривается, что там за тварь прячется. не тварь, человек. Монстр веско высматривает и потом добавлено, что он туда присматривается, выпучивая свой глаз. Максу показал, он сказал окей, добро, так и делай. Потом следующий шот был, это там можно сказать несколько шотов, так как там ракурсками три раза менялся, это когда все гиганты попадают в кирпич, он разворачивается, там злится, ему глаз еще чуть-чуть камень попадает и он начинает бивать за главным героем. Тут основная сложность была как раз в том, что вот как раз видео. У меня по себе петербегигант на первых блоге моих просто перебить обгонял главного героя и сложность была в том, что Макс не мог нормально это свидетельство проверить. Я не помню, в чем конкретно была причина, а человек, который мог, был занят. Поэтому концовку очень... Я очень долгое время не мог концовку нормально сделать, потому что я не знал, какое расстояние гигант может пробежать. Он просто обгонял человека, смотрелось очень забавно. Вот она, главная героиня фильма. спасительница мутантов. По фильму она влюбляется в мутантов и спасает их. Наша гример. режиссер и оператор там мутят сейчас. Судя по всему, они собираются отснять сцену, где будет появляться один из самых колоритных представителей зоны. Дальше следующий шот мне достался. Это когда он хочет раздавить свою жертву, разгоняется и хочет раздавить. Тут все просто. Я выставил позу самую последнюю, которую уже хочет раздавить на последнем шоте. и потом понял, что не той рукой он должен давить и переделал. А когда переделал, понял, что тоже не то. Тот перекатывается и задевает руку. Надо в третий раз редактировать позу. Владим эту цепочку делал. Он сказал, что сам сделает, хочет динамику потренировать. Ну а мне это хорошо. Работы меньше. Самое интересное как раз вот этот длиннющий шот, который из двух шотов состоит. Там мы с Максом плотно поработали с референсами. Я попросил записать себя референсы, чтобы он показал каким он вид монстра, его агрессию, когда в него попадает камень. Я записал свои референсы, мы как-то скомбиновали, я показал ему результат такого гомунхлого из нескольких референсов. Ему понравилось. Следующий шот это когда наш монстр поднимается, прыгает, попадает в невидимую аномалию. Он довольно странно смотрится, потому что если смотреть вне контекста фильма, то аномалии просто не видно. Спорное решение. там была аналогичная ситуация с референсами. Правда, я уже не просил Макса записывать, я сам снял, это было довольно забавно поползать на четвереньках. Но я, конечно, не умею летать, поэтому там пришлось из башки брать. Ситуация была аналогичная с камерами, на самом деле довольно простые фото были, просто камеры почти статичные, поэтому я созвонился с Максом, мы выставили камеры, я сделал блогинг, мы проверили все это дело, вставили видео. Вот, в принципе, и все. Основные сложности, но просто отсутствие, нехватка времени. Ну, а другие шутки были более простыми. Ходьба, перемещение, развороты, так и по мелочи. С Максом довольно приятно работать, он вполне адекватен. Хотел бы, конечно, поздравить Макса с тем, что он довел свою трилогию до конца. Это, наверное, было для него большое испытание, потому что он собрал людей. В общем, все, что я хотел, рассказал. Надеюсь, Макс там не забросит создание фильмов и мы увидим еще что-нибудь интересненькое от него. Всем пока. Вот так вот увлекательно. было сложнее, однозначно, я уже во многих интервью об этом говорил, что при примерно одном и том же уровне возможностей, уровень запросов, ну, то есть планка поставлена было очень высоко требований. И, соответственно, все то же самое примерно, что делалось в первой части, было делать сложнее уже во второй. Уставали прям сильнее. Первое было, она и изнутри была какая-то такая более любительская и поэтому было, в общем-то, веселее в каком-то смысле на ней, потому что все как-то там а-ля-у-лю-га-ля так вот делалось. Вторая, где, в общем-то, требования были уже такие, где-то посередине между профессиональным и любительским кино, соответственно, без профессиональных возможностей большинства, но с заявленной такой планкой пару-тройку раз приходилось там на пиксели рассыпаться в переносном смысле, естественно. Хотя, кое-кто, как вы видели, рассыпался на пиксели буквально, потом вернулся прямо к снорку и здесь говорит Энтони. В общем, поступило мне предложение сняться в фильме. какой фильм я не знал, но мне уже понравилась сама подача. Мне девочка сказала, что Энтони тебя ищут, тебя хотят, желают, дам тебе номер телефона, созванивайся срочно съемки фильма. Это твое, я знаю, тебе это нравится, любишь, звони. В общем, позвонил, набрал, обо всем договорились, предложение было очень интересное. Ну, я решил попробовать. Я снимался уже в фильмах, но такой роли у меня не было. То есть, роль была у меня военного, зараженного, была поставлена очень сложная задача. Ну, я захотел попробовать себя в, как сказать, в данном жанре, в данной роли. В общем, познакомился с прекрасным режиссером Максимом Фащенко, очень интересный, молодой, перспективный человек. Сразу все понятно, четко, были поставлены цели, что он хочет, как он хочет. Было, правда, страшно, но очень интересно. Накладывался сумасшедший грим. Я не буду обманывать, но, по-моему, что-то в районе полутора-двух часов. Было задействовано все тело, начиная от рук, спина, лицо, даже затронули зубы. Все время смотрел фильмы по телевизору. Как они делают себе такие страшные гнилые зубы. Это было очень смешно, но это было очень интересно. Ну, как бы это было прошлым летом. Мне позвонил Максим, спросил, знаю ли я про игру Сталкер. Ну, конечно, я ее не знаю, но, тем не менее, я посмотрела, и когда он мне сказал, что будет очень сложный грим, конечно, я загорелась, потому что делать сложный грим, это всегда интересно. И у нас бывают не так часто такие предложения сделать что-то именно вот сложное, такое, авторское. У меня нашлась сразу же помощница-энтузиастка, прямо из новых учениц, вообще, я не знаю, что бы я без нее делала. Вообще, на самом деле, знакомство началось очень спонтанно, я находилась в нашей студии у Татьяны Георгиевны, поступил звонок от тебя, и, не зная суть разговора, Татьяна Георгиевна, держа телефон, говорит мне, Марьяна, поедешь? Не знаю, куда что, я говорю, да, конечно, поеду. На следующий день мы выезжаем, она мне вкратце рассказала, что есть такой режиссер, Максим, он снимает интересные фильмы, вот, я себе представила такое местечко, вот, оборудованное, может быть, какая-то студия или еще что-то, где проходят эти съемки, вот, приезжаем, Максим встречает нас, и я понимаю, что это далеко не так. Сначала немножко поснимали в Ростове, в очень таком месте, странном, даже, можно сказать, страшном, заброшенный завод, разбитые стекла, это, ну, этого требовал сюжет, вообще, в принципе, фильмы всегда редко проходят в комфортной обстановке, это всегда либо дождь, снег, сляг, жара, ночь, день, вот, и, естественно, такие локации. Это был заброшенный завод, первое место, куда мы приехали. Ну, на самом деле, если бы я знала, что будет так, я бы немножко, может быть, по-другому как-то оделась, но я улыбнулась, и, ну, мне стало интересно, мы пришли в зону, где проходила съемка, познакомились с ребятами. поехали мы в потрясающе красивое место, в раздоры, там тоже нашлись такие же заброшенные здания, все, и вот мы, как бы, приступили к съемкам. Грим мы делали где-то часа два, наверное. Очень терпеливый наш Энтони, он, конечно, вытерпел все, потому что там было много клея, много клеилось постижа, много всего, но он, чем больше мы его преображали, тем больше он входил в роль, и воодушевлялся, и хотел как-то вот все, все это, не знаю, ну, на самом деле. Ну, самое такое неожиданное, что произошло, это вот понимание того, куда ты попал, вот момент неожиданности, место съемки. А потом уже как-то все закружилось, и я уже не могла остановиться. То есть вечером Максим позвонил, сказал, что мы не досняли, нужно прийти, и у меня даже не было ни доли сомнений сказать нет. Это на самом деле, обычно такие гримы, да, сложные, они не могут держаться долго, потому что все, что подвижные части, и все, что туда приклеенное, оно, конечно, начинает отставать, отваливаться, потом очень некомфортно актеру, кроме того, если это снималось, а снималось это именно в жаркое время, то есть от жары, плюс все это течет, плывет, и, то есть должны были съемки начинаться в одно время, а там получилась какая-то, ну, как, впрочем, и всегда, форс-мажорные обстоятельства, что-то не ладилось на площадке, выставлялся свет, что-то не могли сделать художники, постановщики, и получилось часа два или три, конечно, вот это, поэтому мы бесконечно с Марьяной подклеивали, подправляли, старались, чтобы Энтони не шевелился, не разговаривал, не сидел, не стоял, не пил, не курил, ну, то есть, ну, он, конечно, стойко все это выдержал, вот. Гнилые зубы, какие-то выдранные куски кожи, вся поцарапанная спина, на мне рвали этот костюм, меня кидали в глину, в какую-то, в грязь, в пыль, то есть, чтобы данный мой образ, как бы, подлежал, как бы, тому видению, как видит режиссер, когда пришли на локацию, было очень сложно, потому что были разбиты какие-то бутылки, какие-то осколки, кирпичи, какой-то стройматериал, соответственно, мы по максимуму все это постарались убрать, но время поджимало, и не было на этого какого-то ограниченного времени, поэтому, когда мы уже снимали, конечно, непосредственно данную сцену, мне пришлось порезаться, прямо на самой, на самом уже съемке, у меня шла из руки кровь, но это так хорошо, все-таки вписывалось в мой образ выдранных частей тела, лазить по этим кирпичам, тут чуть ногу не подвернул, чуть упал, конечно, смеялись, но время поджимало, было очень сложно, правда. было неудобно очень сильно в берцах в этом костюме, то есть, было очень жарко, это все текло, весь грим тек, то есть, через каждые 20-25 минут подбегали гримеры, поправляли грим, грим был очень сложный, я опять раз повторю, повторюсь, опять же, да, потому что была очень кропотливая, тонкая работа, тут потекло, тут подправить, потому что были и кадры, да, вблизи, кадры, издалека, эти мои зараз прекрасные зубы гнилые, мне все время мешали, сложнее всего в этом образе было сыграть данного, этого снорка, так как маска, да, она очень сильно давила, то есть, этот противогаз, он слепил, то есть, от дыхания запотевали эти глаза, и ничего не видел, я очень психовал, нервничал, срывался на съемочную команду, срывался тоже на режиссера, я сразу же извинялся, ну, потому что это действительно было очень сложно, я бы уже ее как-то раз снял и сказал, вы мне не верите, возьмите, оденьте и постойте там на четвереньках, минут 15, и вы поймете, как это сложно, нечем дышать, все запотевает, куда ползти, куда идти, ты не видишь, кадры дубль за дублем, ну, ну, конечно, это правда очень сложно. это ужас, мучают вообще, это игра, все вот это игра. Очень было сложно играть сцену в самом бассейне, так как была пыль, была грязь, и нужно было создавать, ту атмосферу этой пыли, грязи, то есть, вот этой борьбы. Страшно было, потому что еще и на мне было оружие, да, на мне был нож, то есть, очень страшно, там, боялся как-то порезаться, что какое-то, может быть, движение во время игры с актером, какое-то неправильное, да, может этот нож, там, проткнуть мне, не знаю, почку, селезенку, но это вот все-таки опасно, но это стоило того. Как улыбать? Здравствуйте, телепередача на диване. Сегодня мы расскажем вам, как правильно лежать в бассейне. Хочу представить вам моего нового соведущего. Снорк, Снорк, да, на самом деле, такой очень интересный персонаж, вот, но нам повезло, что подобрали актера, который был готов на все и не боялся ничего, что с ним происходило, потому что было задействовано огромное количество материалов для того, чтобы, да, как бы воспроизвести это все. Вот, он с позитивом на это все относился, хотя было, ну, на самом деле, очень сложно. Тонны клея специального, грима, ну, на самом деле, кто пробовал, тот поймет, что это такое. То есть, атмосфера в бассейне, заброшенном, где грязь, помимо того, что, как бы, он сам выполнял там такие трюки. Интересный очень опыт создавать не красоту, а что-то ужасное. потанцов, а кто у нас поет? Макс, ты поешь, может, поешь что-нибудь? Для любителей киноляпов могу навести на спойлер. Герои в разных ботинках. Там. Похожих, но разных. Потому что первые были утеряны в процессе съемок и обнаружена эта потеря была за много километров от Ростова. Там, где снимали, собственно, крышу. Это сколько километров? Много километров. Ну, достаточно много, чтобы не стоял вопрос о том, чтобы ехать за ботинками в Ростов там их искать. На предыдущей локации что-то случилось с ними. Мы летом, рано, утром, поехали в город соседний, где-то километров 60. Мы проехали до шахт, обшарили там рынок, порядка 10-15 магазинов. В итоге мы зашли, по-моему, в центр обувь. Из центра обуви позвонили в другую центр обувь. И нам сказали, что там есть те ботинки, которые нам нужны по внешности, которые будут совпадать. А так как ботинки такие для холодной погоды, там, зимние, осенние, весенние, а было лето, а город не такой уж и большой, и так как зимние убирают в магазинах, а магазинов прям типа больших каких-нибудь глобальных там нет, поскольку город маленький, провинциальный, это была задача, решаемая, которую решать приходилось тоже используя творческий подход, то есть где может быть, нашли магазин, у которого склада даже собственного нет, но в одном из отделений сказали, может быть, может быть, что-то от зимы и осталось, и нашли мы всего лишь за 700 рублей. Поехали туда, купили, короче, нереальную задачу выполнили утром, и потом приехали обратно на место съемок, Родион пошел участвовать в своей сцене, а я думал, что я отдохну, но нет, мне надо было поехать еще то купить цемент, то еще какой-то, там, надо было чем-то задекорировать сцену, там, там, одного привезти, того отвезти, еду привезти, все, в итоге за этот день у меня выдалось минут 40, я пошел на пляж, искупался, ну да, резались, там на заводе было не прибрано, потом, причем, вроде бы, подметали для съемок уже, но падали и на репетиции, о, причем порезались даже на репетиции, а не на съемках. Падали, ну, понимались. Хочу рассказать одну историю, одну сцену, где происходила битва со снорком, конечно, сколько я там синяков набила, наверное, я в детстве столько себе не набивала синяков, когда играли казаков и разбойников, не знаю, вот, дубль пятый где-то был, мне надо было выбежать за белой простынью и упасть, ну, перескочить, сделать кувырок через бассейн, упасть вниз на пол, секреты раскрывать я не буду, я не знаю, Максим покажет это в фильме, о фильме, как это все было или нет, в общем, мне надо было сделать кувырок через бассейн с этой тряпкой на глазах и упасть вниз, вот, сама, без дублера, я так себе набила ногу, у меня был такой синячище, ну, ладно, хрен с этим синяком, в общем, я упала, вот тут снорк перед глазами, вот, значит, накал идет, сковородка, я встаю, мне надо убежать, я понимаю, что сейчас он сожрет или что-то будет, и тут вот, наш супергерой прыгает, Алексей, хватает его, на спину заваливает, и я, значит, бегу, запрыгиваю на этот бассейн, подтягиваюсь, и у меня настолько не было уже сил, я понимаю, что, ну, ноги, как вата, они еле волочатся, и я подскальзываюсь там и падаю на стекла, бабах, и я понимаю, что все, я не могу встать, я не могу встать не от того, что я там что-то поранила, порезала, вывернула, я не могу встать от того, что у меня просто нет сил, и где их взять, я не знаю, гробовая тишина, Максим, Аня, Аня, подай гонос с тобой, все нормально, он говорит, я, тот момент, говорит, я все перед глазами перевернулась, не дай бог, что с актрисой сейчас, что мы будем дальше делать, ну, слава богу, я встала еле-еле, и, как всегда, мы продолжили съемки, мы в педуле, поедем, повалялись на матрасе, там, можно сказать, в гримерке рядом, в пыльной, вот, и продолжили съемки. по мне, лицензия, сюда заходите, там, где он рассказывает, любуются аномалии, смотрите, что он проехал. где наш реквизиторчик, привет реквизитору, Макс, как ты это делал? У меня отцепился ремешок, сам, я не виноват. Первый раз я по холоду, там, в пижаме на земле валялся, в этот раз, в этот раз по жаре бегал, в обмундировании, явно осеннем, таком, истекал потом, чтобы прибавляло работы гримером, в том числе, меня и так трудно гримеровать, у меня кожа натянута, пока просто оттаскали там оборудование на этот 12 этаж, сказали не переодеваться, потому что, мол, поспать там всего пару часов. Я в грязной одежде, мне было неловко, хотя гостиница вроде не дом родной, и даже не у друзей в гостях, но мне почему-то все было неловко в грязной одежде спать, и я попытался на полу там, в общем, задремать. Это было странно, но экстремально, вот, холодно немножко. Ну, а, в принципе, цементом, которым мы там посыпали бассейн для пыли, уже подышала Аня, к тому моменту его было поменьше, поэтому, в принципе, здесь было легче. Надо было валяться в цементе, я, как сейчас помню, это полный, волосы, нос, такое ощущение, что он сейчас там застынет, рот, глаза, все в цементе, и ты вот это грязный, лежишь уже, господи, думаешь, когда же все это закончится, это уже похоже на жалобную книгу, а не на интервью мою. Генератор. Да. Тащили мы ночью генератор на 10-й, по-моему, этаж, это съемки, 10-й, там 10 этажей было у дома, съемки были, шли сутки, где там, в Мелиховке, в Мелиховке мы снимали вот эти две сцены со снорком и сцену наверху на крыше здания, и после тяжелого съемочного дня, в котором я сам лично не участвовал, там только выполнял вторичные задачи, вот, но когда уже смеркалось, задача стояла поднять все оборудование наверх, и, как бы, небольшим числом людей мы по этому разрушенному зданию тащили все кран, съемочные грузы, перевесы всяческие, ящики с оборудованием, поднимались мы каждый там раз 8, туда-сюда, спускались, поднимались, и в темноте светили фонарями, потому что дом был неэлектрифицирован, там, да, и почти разваливался весь, но задача стояла там снять это все, и в конце мы тащили, уже уставший, жутко мы тащили генератор Ямаха, чтобы, да, обеспечить себя там электричеством, когда мы его утром уже после всего этого, когда мы, мы же толком не отдыхали, мы отсняли эту сцену, и потом мы его, когда спускали, да, была такая мулька придумана, что на каждом этаже, спуская генератор, на каждом этаже мы рассказывали анекдоты, или там, я на каком-то этаже начал анекдоты рассказывать, спускаясь каждый пролет, я следующую часть этого анекдота рассказывал, чтобы как-то, ну, развлечься, что ли, там, как-то стимулировать себя и ребят. Кстати, я расскажу по поводу нашего режиссера Максима Флащенко. Вот, я заметил такой момент, когда мы уже утром разгружали все, спускали, у нас уже меньше еще осталось людей, живых, вот, и когда мы спускали все это вниз, жутко уставший, я увидел, как-то, таща определенный, там, что-то, какой-то груз, я заметил, что идет Максим Флащенко, там, ниже по пролетам, и он идет, и как-то, вот, он с чем-то разговаривает уже, как бы, сам на своей волне, я понял, что человек находится в жутком стрессовом состоянии, таком, что, короче, эти дни он никогда не забудет. Ну, на самом деле, все было очень здорово, весело, компания замечательная, у нас была, актеры, просто душа, а не ребята. Начали! Есть вариант переждать. Ну, риск определенный, присутствовал всегда, и я на самом деле, когда поднялась уже на следующий день на это здание, да, заброшенного санатория, и я поняла, что ребята поднимали наверх все оборудование, через пролеты, которые не оборудованы совершенно никак, я была просто шокирована от силы, да, просто не побояться, мало того, что поднять все оборудование наверх, да, там осуществить съемку, потом все это спустить, то есть проделана колоссальная работа. Псевдогигант должен бы появиться еще в трансформации один, но я вовремя одумался, его туда не вставлял, и это должна была быть сцена с радаром, мы ее сняли, полностью сняли, но она так и не вошла, в количество это называется карусель, то есть все создан, сделан, стекстурирован, но я решил его оставить до лучших времен, и была вероятность того, что он вообще мог не войти в фильм, не в один из фильмов. Есть еще красивые сцены, но битва с псевдогигантом это вообще что-то особенное, причем в ней, мы ее больше всего репетировали, когда мы ее снимали в этом цеху заброшенном, это, ну там такая атмосфера интересная была, и вот мы, кстати, вот этот момент, когда пистолет, я вытащил пистолет из дырки, куда я провалился, там убегая от псевдогиганта, когда я его вытащил, это был просто моя шутка была, я просто хотел развлечься, как бы всех развлечь, ну так им симпровизировать. Готовы? Да, Саша, чуть-чуть при опустите. Камера, начали. Катя, где? Бежала куда? Стоп. В начале фильма должны были описываться события, которые привели его в лабораторию, то есть как он попал сюда. Ну, по некоторым причинам это снять не удалось. Интересный момент с кровососом, на самом деле это не кровосос, почему-то все решили, что это кровосос в лесу, когда он прыгает на радара и Катя. У меня уже не оставалось денег на компьютерном графике, поэтому я решил поступить очень-очень так вот необычно. Я взял модель из трансформации 1, полностью санимированную, сделал ее рендеринг и вставил в лес. Если вы можете заметить, что монстр это тот Алексей, который бежит, он делает те же самые движения, что и в трансформации 1. Съемка возле костра, это вообще финиш был. Побежали быстро к Марьяне, она нас загримировала, срочно на машину вум-вум по этим буракам мы прибегаем к дому, что-то там снизу еще берем, поднимаем туда, там костер. Хорошо, что я заготовил дрова, как раз таки, просто поднял палки, положил их, и мы их подожгли, они сразу же загорелись. Все, это происходило все в момент. Хорошо, что там была открывашка, мы там открыли консервы, ее точили, вилка, все это, просто если чего-то об этом не было, а высока вероятность, что чего-то могло бы не оказаться в этот момент, спичек не было, чтобы зажечь там, никто не курил. Вот, раз, 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 потом хопа, все загорелось, все снимаем. И как раз таки в этот момент начало показываться солнце, такое предрассветное зарево. Это на самом деле оказалось очень красиво. Мне вот этот момент в фильме очень нравится, когда вот мы разговариваем, солнце сзади, там, на заднем плане, зарево, непонятно, то ли оно садится, то ли оно встает, как бы, но картинка, картинка получилась очень красивая. Требования к фильму были высокие. Я это понимал. Я понимал, что следующий фильм должен быть намного лучше, чем предыдущий. Что-то получилось, что-то нет. Если что-то не получилось, это моя вина. Действительно, все было снято от души, делалось от души, работалось, проигрывалось, жилось здесь и сейчас на площадке. Я думаю, все старались и это фильм. Ну, вообще, наверное, надо сказать о том, что, в принципе, было интересно побывать снова в таких местах, куда некоторые люди ездят специально, просто там, для, как, типа, туризма. Вторая часть, она, конечно, она качественнее. Она не лучше первой части, она качественнее. С большим удовольствием передаю привет ребятам и девчонкам, которые смотрели этот фильм, которому он понравился, которым хочется продолжения, которые были рады видеть меня там. Привет! У меня очень много моих знакомых и друзей посмотрели этот фильм, остались в восхищении, сказали, очень круто, то есть, для Ростова снять данный фильм. Очень прикольные, крутые, сказали, спецэффекты. Почему говорю, прикольные, крутые, так как все-таки контингенты у нас, да, начиная от 22 и пошли выше-выше, поэтому это все прикольно, круто и классно. Огромную благодарность я выражаю Вадиму Богданову, тот человек, который дал деньги, дал возможность снять этот фильм, который профинансировал все эти фильмы, то есть, «Трансформацию 1», «Трансформацию 2». Большое спасибо моей жене за то, что она терпела меня, потому что это было для нее очень тяжело, она верила, за это ей огромное спасибо, не каждая жена может так поддерживать своего мужа, мне просто повезло. Огромное спасибо Артему Измайлову, Артем, тебе отдельное спасибо, отдельный привет, за то, что поддержал меня, помог с фильмом, с фильма-фильме, вот так вот, смотивировал меня, также огромная благодарность моей маме за ее поддержку, она очень-очень сильно мне помогла, кстати, по поводу озвучки, озвучка проводилась в моем родном городе, это город Пролетарск, Ростовская область, вот, поэтому всем, кто там живет, огромный привет. Я надеюсь, что у Максима Фащенко это, его не последняя работа, вот, и также не последнее наше сотрудничество с ним. В процессе общения ты становишься ближе к людям, воспринимаешь их не просто как работа, да, пришел, сделал, а проживаешь кусочек жизни вместе с ними. И, ну, на самом деле, мне приятно, что даже после окончания этого проекта мы в социальных сетях переписываемся, даже встречаемся, потому что для меня эти встречи радостные, потому что есть что вспомнить, это всегда было весело, интересно, где-то были сложности, где-то как бы там непонимания, да, были, все было, но, в общем, я считаю, что все хорошо получилось, и я уверена, что связь с нашими будет по всей поможите, 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 русские!